Друзья, Хиросима! Друзья, мы в Хиросиме. Мы идём на автобус. Всё, что вы видите, всё. Всё при всё. Было отстроено заново. Хиросима известна своей печальной историей. Это город, на который была сброшена атомная бомба, которая уничтожила всё. Город был разрушен до основания. Осталась буквально незначительная часть. Погибло много людей. Сразу погибло 70 тысяч. Потом ещё. Многие-многие тысячи погибли от лучевой болезни, от ожога. Вот всё, что мы сейчас видим, почему я сейчас именно стала рассказывать, а не в комплексе мира, куда мы направляемся. Потому что всё, что вы видите, это всё было отстроено заново. И дома, и улицы, и храмы. Разрушено было всё. Это красиво. Паин. Да. Для моего первого вопроса, моя первая вопрос, а вот здесь, только на спецификах, Субтитры делал DimaTorzok Мы сошли с автобуса, мы сошли на остановке, друзья, комплекс Мемориал Мира. Этот мемориал воздвигнут на месте, куда упала атомная бомба, ядерный взрыв, который уничтожил город. Это произошло в 8.15 утра 6 августа 1945 года, уже в окончательной стадии Второй мировой войны. Друзья, на всех языках мира написано самое главное слово в мире – мир. Через 4 года, 6 августа 1949 года, японское правительство приняло решение о восстановлении города Хиросима. Этот город имеет в Японии особое значение. Возьмём гид по музею. Вот мой билет. В локере мы сдали наши вещи и мне дали путеводитель. Так, друзья, Осака, 1945 год до… Простите, друзья, Хиросима до падения атомной бомбы. Вот, путеводитель рассказывает. Вот, 8.15 утра, 6 августа 1945 года. Мы находимся в эпицентре взрыва. В одно мгновение было уничтожено всё. Оживлённые улицы и жизнь, которая на них кипела. Всё превратилось вот в такой обгоревший и обугленный пепел. В этом мемориальном музее собраны экспонаты. Говорящий о том, что же произошло после ядерного взрыва. Здесь и истории свидетелей трагедии. И картины людей, которые видели этот страшный ядерный грипп. Сейчас мы пройдём по залам и увидим свидетельство очевидцев. Попробуем воссоздать в своём разуме, в своём сознании, какое страшное, ужасное событие произошло в тот день. Звучит рассказ очевидца. Рассказ очевидца, который рассказывает его, что он наблюдал, что он наблюдал в момент взрыва. Друзья, это страшно. Друзья, в первый момент взрыва было сделано только две фотографии. Люди собрались возле моста, волосы обгорели, кожа свисала клочьями, как грязная одежда. Были сделаны только две фотографии, потому что все были заняты оказанием первой помощи. Страшное облако. Ядерный грипп. Фотограф Тосио Фуката. Ему было 17 лет, он сделал этот снимок. Облако было разноцветным, разных цветов. Этот молодой парень сфотографировал его. Пытаясь убежать от пожара, люди бежали к реке. Но мосты были разрушены. Люди тонули, пытаясь выбраться из города. Все картины, стихи, рассказы очевидцев звучат в моем пути водителя. Это что-то страшное описывается как люди, которых застег взрыв. Кого на работе, кого в трамвае. Все как это происходило, все это ужасно. И вот в этом зале и одежда погибших детей. И рассказы их родителей. Картины, фотографии. Чёрный дождь, который смешался с сажей, радиоактивными веществами. Люди утомленной жаждой пили эту влагу. Умирали. Через два дня после взрыва была организована помощь. По оказанию помощи пострадавшим. Приехали люди из других префектур. Раненых отправляли в другие префектуры. На машинах, кораблях. Все было организовано через два дня после взрыва. Это была первая ядерная бомба, которую человечество узнало в этой страшной трагедии в Хиросиме. Люди не знали о последствиях. Поэтому сразу после взрыва много-много людей приехали из других префектур. Приехали военные помогать. Конечно, потом были страшные последствия того, что они тут же оказались в зоне радиации. Это вся фотография обгоревшая одежда. Истории, звучащие в моём наушнике. История отцов, истории очевидцев. Девочка Садаку, которая делала журавлики, чтобы поправиться. Но не смогла. Погибла. Вот журав. Вот виднеется здание, которое оставили как памятник. Чтобы люди видели, как выглядел город. Вы специально оставили как напоминание. В этом зале информация об опасности ядерного оружия. Макет ядерной бомбы, атомной бомбы. Это малыш, а это толстяк. Этот малыш... Я, кстати, забыла сказать, что был сброшен Little Boy. Малыш. А это толстяк. И вот у этого малыша из 60 килограмм взрывчатого состава взорвалось всего 700 грамм. Представляете? Остальное, так как это была первая атомная бомба, были какие-то недоработки, остальное не успело прийти в нужную реакцию и просто было разброшено в округе. Да? Правильно я говорю? Здесь дана информация о том, как разрабатывалась атомная бомба американскими разработчиками, как все это происходило, название проекта и так далее, и так далее, друзья. В 1938 году была открыта атомная энергия, так как в мире назревала Вторая мировая война, то все средства были брошены на именно эти разработки для уничтожения. Они работают на время возможности для уничтожения, отвечаются наhews и threaderm18aja, т.к. КОНЕЦ ПОЛЬЦАНЯ ПОЛЬЦАНИ很好. В lata может быть, стоит замещение, которое общение производства наでき unless друг an объект был продается подходом, trembleми и решение тест 2023ом за помощью вас было для оправданных. Униат�. ГОНЕЦ ПОЛЬЦАНИЯ ГОНЕЦ Но�� с точки ответа до到了 статика. В 준� anticipации для того, что следуетיזинаarbeit будет решатьfallarthつ Mengважmented Mengважегающий 선물 объемоот movение . друзья это страшный танк и во всех подробностях как все это зарождалось открытие атомной энергии разработки страшные цели для использования этих бомб запланированное уничтожение японских городов я не могу судить не могу сказать что какая причина страшная должна быть причина очень сильная чтобы сбросить бомбы на мирные города я не знаю мне просто уже стало нехорошо я даже не могу больше снимать козем вот к народу пришло вот жизнь вот осень вот деревья вот люди вот птицы вот чистый воздух друзья в одно мгновение все это может исчезнуть почему люди не ценят жизнь мир почему не ценят ничего у меня не знаю я не знаю это все без без ответа без ответа друзья на этом я закончу мой фильм о комплекс мира в парке в хиросиме а дальше хочу просто снять мы сейчас пойдем погуляем по городу это будет следующее видео я очень надеюсь что моё видео как-то повлияет повлияет на не знаю на что на разум на чувства людей что она как-то поможет делу мира чтобы не было войны вся эта территория этого парка это эпицентр взрыва наверное сейчас пройдем к зданию который сохранили как памятник каким был город и а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Которая делала бумажные журавлики Это в честь неё мемориал Каждый год детицев него со всего мира посылают сюда бумажные журавлики Символизирующие поддержку мира во всём мире Вот этот дом Живой свидетель событий тех лет Это жизнь Красные листья сакуры Которые так хрупкие Которые хотят жить Всё живое хочет жить, друзья Берегите мир Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok